Всем привет, ребята, и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сережка. Да-да, я тут самый Сергей Хоббит. Уже четвертый выпуск новостей на моем канале. Это просто невероятно. Делаю ролики каждую неделю. Сам за себя очень рад. Вы, наверное, за меня тоже очень сильно рады. Напоминаю, что если вы до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал, срочно подпишитесь по ссылке в описании. Также тут есть бусти, если вы хотите поддержать канал Монеты. Это очень важно в наши дни, когда нет монетизации на ютубе. Если вы хотите, чтобы выходило больше разных видео. Плюс на бусти есть эксклюзивы. Буквально на следующей неделе я кое-что залью, думаю, вам понравится. Как обычно, сегодня масса упоротых новостей, которые посвящены музыке, и не только музыке, потому что мы же не только музыку любим, в конце концов, мы же разносторонние люди. Ну, начнем, конечно, с простой новости. Никелбэк. Никелбэк. Чад Крюгер и компания выпускают первый альбом за 5 лет. Он называется Get Rolling. Ненавистники Никелбэка уже начинают тотальный серф сети. Видел кучу видосов про то, что Чад Крюгер вернулся, что нам делать, это кошмар. Начинают снимать разные хейт-видео. А все потому, что вместе с анонсом нового альбома Чад Крюгер еще и выпустил новый сингл с клипом, который называется San Quentin. Вдохновлена песней клип тем, что Чад Крюгер в детстве сидел в колонии, потому что обувал людей в школе, скорее всего, с ножом из Counter-Strike, деревянным. Хотя, на самом деле, все ему и так деньги отдавали. Он же дыл, да блин, огромный, да еще и страшный. Не зря же он самый страшный рок-музыкант какого-то там года. Сам Чад говорит, что не сел в тюрячку только из-за батей, который был очень строгим, и он боялся, что когда он вернется, батя его просто отмудохает. Может и к лучшему, в принципе, не такая уж и плохая группа получилась. Конечно же, в честь выхода нового альбома Чад начал давать интервью разным изданиям и откровенничать. Например, рассказал, какие группы он считает настоящими королями на сцене. Их, как оказалось, всего две, а вернее даже одна. Первый он почему-то назвал группу Disturbed, наверное, ему нравится Дэвид Дреймон, а он, наверное, хлопает такой, сидя дома. Да, Чад Крюгер любит моего узла, это вообще круто, еее! Дэвид Дреймон такой чел, влезет во все дыры постоянно. Но больше всего Чаду Крюгеру нравится группа Seven Dust. По его словам, нет смысла прыгать выше, чем Seven Dust. Это реально супер крутая группа, которая идеально играет, и никто их никогда не уделает. По словам Чада, они вас выебут и высушат. От музыки Seven Dust у него вообще мурашки. Новый альбом Никилбэк, кстати, выходит 19 ноября. Уж не знаю, ждете вы его или нет, но думаю, послушать его точно стоит. Хотя как? Хотя мы знаем как. Помните, я вам недавно рассказывал о том, как Робби Уильямс и Ноль Галлакер из группы Oasis немножко придушили Дэмона Алборна из группы Gorillaz и Blur за то, что тот немножко придушил Тейлор Свифт? В виртуальном, конечно, смысле. Он просто начал писать в Твиттере о том, что Тейлор Свифт не пишет музло сама, поэтому она типа, ну, так себе музыкант. В общих чертах. Недавно Робби Уильямс дал интервью, в котором заявил, что Ноль Галлакер является гением оскорбительных высказываний. Настоящим оскорбительным комиком. Дескать, раньше музыка была по-настоящему крутой. Конец 90-х, начало 2000-х. Все друг друга срали, были какие-то скандалы и было очень весело. А сейчас все стерильно. Все себя любят, никто ни с кем не ругается. Ну, практически. Типа Робби Уильямс скучает по тем самым дням. Если бы они вернулись, он был бы очень рад. Самое забавное, что Робби Уильямс с Уэзис давно конфликтуют. Ну, вернее, конфликтовали. Когда-то давно, Ноль называл его толстым танцором из Тэг Дэд, что, в принципе, являлось правдой. В ответ Робби вызывал Лима Галлакера на боксерский поединок, призом в котором было 100 тысяч фунтов стерлингов. Он должен был пройти на церемонии Брит Авардс 2000 года. Но Лим отказался. Позже Робби Уильямс валовал его на поединок еще раз. И Лим снова отказался. Засал он, короче. Может, братья Галлакера и правда только пиздить могут. А может, они просто испугались формы Робби Уильямса. Он довольно круто выглядит. И, по-моему, даже неплохо боксирует. Хэштег, больше не толстый танцор. Недавно в сети заверусилось видео, где французский мужик в трусах, прямо на улице, играет что-то похожее на Моторхед и Ступина. Или на Ступины и Моторхед. Но не на русском языке, конечно. Чел этот, а его, кстати, зовут Мистер Маркайл, утверждает, что его стиль музыки называется Хардкор Панк. Ничего нового, в принципе. Да и у него достаточно пропитый голод, чтобы быть похожим на Леми Килместера. Правда, тот в трусах не выступал. Ну, может, пару раз только. Но главное, выступает Мистер Маркайл на улице, чем вызывает восторг у проходящих мимо людей. Они его снимают на видео, выкладывают в сеть. И вот он, наконец-то, заверусился. У него даже дебютный альбом в сети есть. Называется Heavy Freak Salo. Звучит, кстати, довольно весело, хоть и минималистично. А что там, бас-барабан, виолончель, и мужик этот постоянно орет. Вот такая вот тема там. Наверное, вы сейчас увидите на экране кусок этого видео. Если вы думаете, что он только на улице в трусах выступает, может быть, из-за жары? Нифига, в клубах он делает то же самое. Поэтому, если вы хотите стать известным уличным музыкантом, вы знаете, что делать. Только не перебарщивайте, ребята. А мы, в свою очередь, пожелаем Маркайлу выступить на французском хелл-фесте. Его там точно ждут. Все думают, что известных людей и музыкантов огромное количество разных друзей. Они всегда в центре компании, веселятся, кутят, классно проводят время. Но оказалось, это не совсем так. Взять того же Джина Симмонса из группы KISS. Мистер Большой Язык, басист-вокалист и, в принципе, главный в KISS. Многие знают его под кличкой Демон. Знаю одного Демона, он максимально упоротый. Короче, недавно в одном из интервью Джин Симмонс заявил, что он не любит иметь друзей. Более того, у него их просто нет. И единственный, кого он может назвать другом, а вернее даже товарищем по группе, является Пол Стэнли. Да и реально только товарищем, потому что они могут собраться только для того, чтобы обсудить какие-то новости по KISS и что-нибудь там поджемить. Вот и вся дружба. Типа на барбекю они вместе пивка не выпьют. И лицо никому в пабе не набьют. Что, в принципе, не стоит делать, конечно. А все почему? Потому что карьера у Джина Симмонса, по его словам, на первом месте. Он типа как олимпийский чемпион. Всегда хочет совершенствоваться и ждет, что судьи поставят ему самые высокие оценки. Короче, для него творчество как соревнование. И он не хочет притворяться. Разве это плохо, в принципе, когда ты честен самим собой? Мне кажется, нет. У вас, кстати, есть друзья? Напишите в комментариях. Я могу быть вашим другом, ребята. Я могу быть вашим другом. На очереди животные новости. Животные новости. Конечно, я поржал недавно с видоса из Пенсильвании, где чувак пытается отбиться от белки. Типа его настолько достали белки, которые каждый день к нему в дом приходят, что он завел себе биту и просто от них битает и отмахивается. Видео максимально уморительное. Причем белка на него напала прямо во время видеоконференции. Довольно забавно, он там орет и машет свои бейсбольные биты. Но на деле же такое ощущение, что кто-то ему эту белку подбросил. Если это так, конечно, это дикий зашквар, чувак. Но если на тебя правда нападают белки, теперь мы знаем, что где-то реально живет Дулиттл. Помните, как Рик Санчес говорил, что белки обладают сознанием, они очень умные и вообще правят всем миром? Вот тому яркое подтверждение. Прямо сейчас на экране. Есть и хорошие новости из мира животных. Четыре кота создали группу под названием Котера, что в принципе является отсутствием к Пантере. Возглавил группу уличный кот по имени Руб Шакир. Играют коты смесь Пантеры и Эрон Мейден, а на их странице на Bandcamp написано, что они буквально родом с улиц Нью-Йорка. Настоящие уличные коты. В прошлом году у группы вышел сингл Hunger of the Beast, который является отсылкой к знаменитому хиту Арен Мейден The Number of the Beast. Короче, настоящий металл с мяуканьем. А все деньги с продажей синглов идут в помощь приюту для кошек, из которого забрали одного из этих котов. А также бруклинская независимая группа по спасению кошек, которая называется Whiskers Go-Go. Они как раз в свое время помогли коту Рубу Шакиру, и теперь продолжают помогать другим котам. Очень классное начинание, кстати. Адам Левин, вокалист Maroon 5, оказался очень даже хорни-боем. Сейчас он женат на модели Ангеле Виктории Сикрет Бехати Принцлу, и пара ждет уже третьего ребенка. Ну, параллельно, конечно, написывая всяким телкам в Инстаграме, одной из которых стала известная Инстаграм-модель. Блять, как много этих Инстаграм-моделей известных, у меня уже крышак от них едет. Зовут эту модель Саммер Стру, она, типа, с ним год подмучивала, потом сдалась и сняла видео в ТикТок, как она с ним переписывается. А переписка там максимально забавная, просто. С ней тут же наделали огромное количество разнообразных мемов. Да и, в принципе, было почему делать мемы. Смотрите, что он пишет. Черт возьми! Черт, блять, возьми! Твое тело абсурдно! Это, типа, он имел в виду, что абсурдно прекрасно, наверное, но это тупо выглядит. И стали подставлять туда разнообразные фотки Павла Дурова, пирата из Пиратов Карибского моря, там кого только нет, на самом деле, очень смешно. Главная деталь, чтобы тело этого человека было по-настоящему абсурдно, как у Кайло Реда из «Звездных войнов». С женой, кстати, он из-за этого не поругался. Походу, она вменяемая женщина. А может, дело в третьем ребенке? Куда уж теперь бежать? С корабля-то, да? А сам Адам Левин тот еще и пидор, кстати. Недавно заявил, что в металле нет крутых телок, которые могли бы его слушать. Но это же заблуждение, правда? Есть огромное количество красивых женщин, которые слушают металл. Ммм. Если вы очень любите слепнот, и вас бесили в Ютубе старые клипы с качеством 360p, знайте, слепнот наконец-то сделает то, что должны были очень давно. Выложили свои старые клипы в качестве 1080p. Speed It Out, Left Behind, Before I Forget, Дуалити, все в отличном качестве. Наконец-то их можно вставлять в видео. Какой у вас, кстати, любимый клип слепнот? Я вот люблю Vermillion Part 2. Также мне нравится клип на песню Left Behind. Очень передает дух альбома Йова. Вы постоянно шутите на моих страницах, что мне нужно завести OnlyFans. Конечно же, я стал бы прекрасной косплеершей, если бы был бы женщиной, возможно, зарабатывал бы огромное количество денег уже на OnlyFans. Но дело в том, что я не прекрасный, и я не косплеерша. Хотя я, конечно, классный. Если ты так считаешь, обязательно поставь лайк этому видео. Ну, чтобы поддержать мою самоцетку, понятное дело. Ну, а шутки и шутками оказалось, что старые рокеры тоже заводят себе OnlyFans. В этот раз отличился барабанщик Мотли Крю Томи Ли, который всегда был отбитый на этот счет. Там, на самом деле, забавная история. В промежутке между концертами тура он забухал, сфотовался голым и выложил в соцсети. Конечно же, в соцсети эту фотку забанили. А Томи Ли огорчился. Типа, какого хера я тут контент делаю, где я голый? А мои фотки банят. И решил, что нужно продолжать. И завел себе OnlyFans. Даже фотку сделал, где у него маркером на жопе написано OnlyFans. Ежемесячная подписка на его аккаунт стоит 19,99 баксов. Нифига себе он так себя оценивает. Не то, что мой Бусти, всего 300 рублей. Почему ты до сих пор не подписался? Мне что, нюдс надо выкладывать? Короче, если вы уже подписаны на Томи Ли, обязательно напишите в комментариях. И вообще, как думаете, классная ли эта затея? На очереди снова Дэйв Мастейн. Я просто не могу пройти мимо его комментариев, потому что он все время выдает какой-то перл. Но в альбом все-таки выходит. Надо инфополе чуть вспахать, так сказать. В этот раз он заявил, что сожалеет, что дал пизды Хэтфилду. И вообще сожалеет, что тогда привел собаку на репетицию. А история там была такая, если вы не смотрели мои видео, конечно, или миллион видео на ютубе российском. Типа так, 500 фактов о группе Металлика. Скандалы, блять, между музыкантами. Куда пропал Дэйв Мастейн? Ну вот это все, ваше любимое. Короче, как-то очень давно, когда Мастейн играл в Металлике, он взял на репетицию свою собаку. Репетировали они дома у басиста. Тогда в Металлике играл Рон МакГоуни. Собака Дэйв Мастейн оказалась лютой, начала царапать гитару и до всех доебываться. А Рон начал отгонять ее пинками. Дэйв Мастейн такой, чё, блять, с моей собакой ты делаешь урод. Попытался ему вмазать, в дело вмешался Хэтфилд и тут же получил пизды. С тех самых пор все знают, что Дэйв Мастейн дал пизды Джеймсу Хэтфилду. Мастейна, конечно, выгнали на следующий день. И он создал свою группу Мегадед, которая мне нравится больше, чем Металлика. А теперь видите, как он сожалеет, говорит, что ему нравится Металлика, Хэтфилд и вообще он их очень сильно любит. Правда, до этого он говорил, что в Металлике он был альфа-самцом. Вот и слушаю его после этого. Но мы все равно любим Дэйва Мастейна. Он классный и рыжий. Раз уж заговорили про Мастейна и Металлику, думаю, можно еще кое-что добавить. Лар Сулерих и компания, оказывается, являются большими фанатами группы Марсвольта. Да-да, он прям на концертах к ним ходил, плясал там, набухивался. Он, кстати, умеет это делать. Однажды Металлика и Марсвольта встретились в Новой Зеландии. Металлика пришли к ним в гримерку и попросили их сыграть одну песню, которая ему очень нравится. Песня эта называется «Interteatic ESP» с альбома 2003 года. А Марсвольт, они не особо любят переигрывать свои старые записи. И поэтому, подумав, они просто послали Металлику в жопу. Ну, конечно, не так жестко, но отказались, короче. И это исключительно, что они являются фанатами Металлики с детства. Как и многие другие музыканты, на самом деле. Забавно, что Амар Родригес Лопес, гитарист группы Марсвольта, а также Эд 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 Райвин, рассказал, что однажды жил в Мексике рядом с тем местом, где Металлика должна была давать концерт. Он пришел к ним на саундчек, они его, конечно, позвали, посмотрели на него, пошептали с чего-то и начали играть песню группы Марсвольта. Ту самую. По словам Амара Лопеса, это было безумно приятно. Тем более он и вся группа являются большими фанатами Металлики. Такая вот история. Новости из мира рэпа. Рэпа и попа. Попа и рэпа. То, что вы любите, наверное. Но есть какая-то часть людей, которые обязательно должны что-то услышать по этому поводу. Мне тоже, на самом деле, нравится. Я очень разносторонний, слушаю разную музыку. Могу послушать Майли Сэрус, а потом Лорна Шор, например. Как бы это нормально для меня. 2022 год на дворе, я уже старый. Ха-ха, хорошо, я всегда молодой. Короче, певица Граймс, если вы знаете такую, всегда была фриком. Но в этот раз она отдала жару чуть больше, чем обычно. Какое-то время назад в Твиттере она уточняла, был ли у кого-то опыт создания эльфийских ушей. Ну, то есть в реальной жизни. Пластической операции. А буквально недавно она выложила фотку из хирургии, где у нее обмот на лицо, как раз на месте ушей. Походу Граймс сделал себе эльфийские уши. Фотку она подписала надписью «Я сделала что-то сумасшедшее». Да она просто в Питере ни разу не была. Там у многих людей эльфийские уши, мне кажется. И вообще, это, кстати, довольно распространенная бодимодификация. Операции по превращению обычных ушей в эльфийские делают с местной анестезией. Даже не надо полностью тебя обезвреживать, так сказать. Мастер тебе рассекает ухо, высвобождает хрящи и потом их сшивает правильно. Хоть и простая, но максимально криповая операция. Если у вас есть эльфийские уши, обязательно напишите в комментариях. И помните, лучше много раз подумать, перед тем, как сделать что-то подобное. Потому что вы не Граймс, у вас вряд ли есть столько денег, чтобы потом лечиться. Фотку с эльфийскими ушами она, кстати, не показала. Поэтому там может быть все, что угодно. Даже вторая Граймс. Или писка. Вот такие вот новости на сегодня. Пытаюсь повеселить вас в такое непростое время. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. И, конечно, поддерживать меня на Бусти Монеты. Там скоро будут эксклюзивы. Меня зовут Сережка. Всем удачи, друзья. Я вас очень люблю. Смотрите мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok